Генеалогическое древо Путина я вспомнил в начале, видели эту фишку, да, этого года, значит, там вот Мари Певчих воспоминали, она же все думала, откуда Путин-то появился из 90-х, кто его взрастил, там плохие олигархи, вот, оказалось, что все это проще, Путин появился от крестьянина Никиты, не от Рюрика, как мы и думали, да, ну, как бы я думал, что оттуда генеалогическое древо начнут, но нет, крестьянин Никита, первородец Путина, нету на генеалогическом древе ни жены, ни детей, однако дочки при этом выступали на том же мероприятии, обе причем. Как вы думаете, что это за, ну, вот, идея была, чья она могла быть, как бы, какая была цель с этим генеалогическим древом, и зачем публичную плоскость на одну сцену с Путиным, ну, фигурально на одну сцену, да, вывели его дочек Воронцову и Тихонову? Ну, потому что это, во-первых, ни для кого не секрет, во-вторых, все так уже охраняется, что, видимо, ему стало спокойнее, плюс есть внуки уже, и, да, есть, как бы, он рот оставил свой в этом мире, а есть еще, по слухам, пару детей, это Алины Кабаевой, которая тоже уже, наверное, как минимум в старших классах, наверное, школы или в школе, вот, поэтому я думаю, что ему стало просто спокойнее, по безопасности чуть-чуть, плюс они уже, ну, взрослые тети хотят тоже как-то влиять, мне кажется, на что-то. Я думаю, что они изначально были мамой прилично воспитаны, изначально, я про них ничего не знаю, но у нас был человек, который с ними еще тусовался где-то в... где-то на Рублевке, вот, и сказал, что они в целом тихие, вежливые, хорошие девочки, поэтому не знаю. Судя по тому, что они не бездельничают, они реально занимаются каждой своими, там, делами, вот. Я думаю, что там маму повлюет, так как он был занят, он до обеда ловил, после обеда отпускал, то ими занималась мама, и в целом, наверное, в целом, наверное, они стали какими-то личностями, которым захотелось выразиться, почему бы и нет. Но, как бы, стратегии политтехнологические в этом вы не усмотрели, да? Я не знаю, я, честно говоря, не знаю. Путин собрался править вечно, значит, ну, как бы, мне кажется, не то чтобы... Мне кажется, он на них не очень рассчитывает, как на преемниц, вот, потому что он олдскульный такой, как бы, царь, да, должен быть мальчик, мне кажется, в его понимании. Ну, кто-то по вашему есть на примете, как думаете? Я не знаю. Ну, дети следующие, они очень сильно засекречены про них. Мы мало что знаем, только слухи. Слухи мы не будем, наверное, комментировать. По слухам, там два мальчика, мы, я больше ничего не знаю. Может быть, это и неправильные слухи. Я еще в начале нашей с вами беседы сказал, что успели на Международном экономическом форуме покидаться говном в тех, кто уехал и, в общем, не поддержал войну. Там и Пугачева вспоминали, значит, и говорили, что давайте-ка против нее уголовное дело возбудим за новую песню, где она там «Не высовывайся, дочка, посиди-ка в уголочке», значит. И про то, что общество, что-то там у нас сейчас убогое и гнилое, мол, надо переждать это все дело. Заведут обязательно. Да, думаете, все-таки решаться? Абсолютно. Чем дальше бетонировать будут общественные мнения пропагандой, тем безболезненнее для их власти пройдет уничтожение кумиров предыдущих поколений. Пугачева тоже становится громче. Она в начале войны не была такой активной. А теперь вот как это реакция, как будто на этот хейт весь? Она вступилась, да, она вступилась за Максима, вот, в какой-то момент, опять-таки, в какой-то момент ее там не трогали и там, насколько я понимаю, на Шевчука нет уголовного дела. Безусловно, на всех будет. У меня в этом нет никаких сомнений. Этот режим идет ровно туда, он из колеи, из туннеля, он находится и в туннеле, и в колее одновременно. И он, у него как у самолета, нет задней скорости, он может только вперед. Вот, поэтому, безусловно, они дойдут до полного абсурда. На всех на них будут заведены уголовные дела. Надеюсь, всем хватит логики не находиться на территории России или на территории, куда Россия может натянуться. Не отдыхать на Фукете или в прочих подконтрольных России местах. Раз уж сегодня об экономике, так косвенно мы заговорили о Международном экономическом форуме, в США ввели новые санкции. В общем, что там, московская биржа полностью остановилась с долларом и евро. Евгений, там нашим зрителям хочу в двух словах рассказать. Из-за новых санкций, да, вот в обменниках сейчас вроде очереди, вроде как иногда заканчивается наличка, люди пошли скуповывать доллары. Ну, в целом, это, наверное, реакция. Ну, увеличился спред, на какое-то время увеличился спред, дальше он сократится. Да, но при этом никто... Валюту они уже выкинули на рынок. Валюты, да, так как валюты достаточно, никакой проблемы с валютой в ближайшее время не будет. Ее можно будет купить. Вот, я же об этом как раз хотел, Евгений. То есть вот я смотрю абсолютно все экономисты, которых я слушаю, говорят, что, в общем-то, последствий реальных каких-то там для людей в России не увидим. Ну, тоже, знаете, туда интересно, в чем тогда смысл был, собственно говоря? А в чем смысл всех предыдущих 13 пакетов? Чтобы в Россию обнести ее за забором и туда за забор всех талантливых людей, всех бизнесменов, всех людей с деньгами и сами деньги туда закинуть и оттуда не выпускать. Вот, вот, в итоге все санкции привели к тому, что там за забором, который построен с западной стороны, очень много талантливых людей и денег. И жир из ушей капает. Вот, они хотели, чтобы все смещали Путина, а все вокруг него естественно сплотятся, потому что смещать его страшно, а экономического стимула нет, потому что денег много. Ну, Медведев разозлился от новых санкций, говорит, давайте оружие третьим странам дадим, давайте, значит, их жизнь в ад превратим. Это цитаты. Они боятся, значит, того, что мы оружие передадим, давайте передадим. Хотят, значит, войны в космосе, давайте им войну с космосом. Пускай все эти стартарары, говорит. Он такой эмоциональненький в последнее время. А с чем связано? У меня тоже были в молодости какие-то эмоциональные выпуски бывало. Ничего себе. Вы считаете, у Медведева сейчас что? Как раз период молодости максимализма? Ну, какой-то высокий, да, может быть, да, вторая молодость, кто знает. Ну, а вот эти все... Чужая душа потенки. Чужая душа потенки. Да, понимаю, но производит впечатление, что это как бы вот целенаправленное повышение каких-то ставок через риторику Медведева идет, нет? Ну, у него же нет красной кнопки под рукой, да, она у Путина. Вот, вероятно, он прощупывает почву по реакции, что можно дальше делать, что нельзя. Он командный игрок. Он не будет говорить то, что полностью противоречит идее команды. Ну, то есть вся эта ядерная его риторика, значит, это идея всей команды. Прощупывание, да, прощупывание почвы вперед. Ну, вот сейчас уже она усилилась. Если она будет неудачна, то ее не будет. В ответ на хоть и ограниченное, но все-таки разрешение применения западного ядерного вооружения, риторика в том числе и ядерная усилилась. Грозятся уже и атаками. Картополов там рассказывают, что будут по аэродромам европейским бить. На федеральных каналах говорят, значит, тоже, Путин говорит, приготовиться маленьким странам с высокой плотностью населения и так далее. Насколько болезненна вот эта дискуссия, которая настолько активизировалась по поводу атак по военным объектам на территории России, как думаете? Знаете, это вот как в курилке собрались мальчики старших классов и рассказывают, у кого у меня 18 см, у меня 19 см. А я там с Наташкой, с Людкой, с Веркой, а я их всех одновременно. Вот это вот все. Сколько из этого правды? Ноль, пока кто-то из них, кого-то из них не застанет мама и не выгонит с саной метлой на улице. Вот. Один товарищ говорил, вот все преувеличивают размер члена, говорит, наоборот, надо преуменьшать. Рассказывай всем, что у тебя 8 см, всех как бы вне верь, да, а потом, когда встаешь свои 10, и все сразу в шоке. Ну, я серьезно хотел, вот этих инициативах, да, дискуссии вокруг атак по военным объектам на территории России. Слушайте, ну мы полгода назад об этом в целом, ну, даже не подозревали, что будут серьезно говорить о секретаре Североатлантического альянса, и канцлер Шольц, и огромное количество стран, Байден рассказал, что... Полгода назад руководство Украины об этом просило. И им запрещали, а теперь разрешили после кошмара, который на северном направлении. Россия устроила. Кстати, давайте воспользуюсь этим прекрасным, в кавычках, переходом. За 10 дней, июня, со склада, на который мы поставляем медицину, со склада фонда Птахевичу, Таты Кеплер, ушло на полмиллиона евро медикаментов, жгутов, турникетов. То есть он практически опустел. У нас абсолютно огромный заказ на медицину, и к концу месяца мы его в Киев привезем. К огромному сожалению, из обещанных на него денег, у нас есть около половины, и под 100 тысяч у нас не хватает. Я готов с собой продать ужины или пойти на какие-то другие инициативы, выступить где-то, чтобы эти деньги дособрать. Вот я выступаю 27-го в Валенсии, 29-го в Варшаве, это все есть в Инстаграме. Это все, я везде беру деньги, и они все отправляются туда за медицину. Если есть какие-то еще инициативы с ужинами, если кто-то хочет сделать в Хайде, я буду рад это провести, потому что там в долг отгружено почти на 100 тысяч. Вот, и если кто-то, и насколько я понимаю, из вашей команды не все будут в Киеве, вот, и мы недавно делали с Дмитрием большое основательное интервью-прогулку, но если вдруг кто-то хочет из коллег, я буду в Киеве, ну там буквально полтора дня, как обычно, у нас миссия гуманитарная, зашел-вышел, вот, но если кто-то захочет живое интервью, я с удовольствием это сделаю из Киева, и я с огромным удовольствием встречусь в любой цивилизованной стране, расскажу все, что я знаю, если в этом будет необходимость, либо приготовлю ужин, либо накормлю вас в Хайде за какой-то значимый донат, покрывающий часть, а лучше всю тех самых денег, которые нам очень не хватает. У нас люди в последнее время обещают, то есть заказ был сделан под обещание, люди обещают, не выполняют обещания свои, с этим очень тяжело работать, а я тоже обещал, соответственно, аптеке, и у нас есть 2,5-3 недели, чтобы их дособрать. Такая ситуация. Ну я думаю, что прекрасней финалы для нашей беседы и не придумаешь. Евгений, во-первых, да, спасибо, что... Давайте, да, там немецкие дорогущие обезболы, средства, применяющиеся... Антибиотики и всякие там тонкие очень иглы, катетеры и прочее. Дорогущая немецкая медицина, очень сложная, которой абсолютно не хватает, потому что это расходный материал, и мы по косвенным признакам понимаем тот объем, который... это не будет каплей в море, но это будет подспорье, но это то, чем нужно заниматься постоянно, чтобы спасать жизни. Вот, и я гарантирую своей там фамилией, именем, и что все, что вы оплатите в Германию, будет физически выгружено мной в Киеве на склад Таты Кепла.